МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости города и Прибайкалья на канале Ангаромедия. С вами Надежда Фролова. Уже четвертое смертельное ДТП с участием пешеходов случилось в Ангарске в текущем месяце. В минувший вторник на улице Чайковского под колеса легковушки попала пожилая ангарчанка. Смертельная авария случилась около половины шестого вечера. Буквально возле автобусной остановки на проезжей части 22-летний водитель «Хонда Аккорд» сбил 86-летнюю женщину, которая решила перейти улицу в неположенном месте. Авто двигалось в крайнем левом ряду. По некоторым данным, машины справа притормозили, пропуская пенсионерку. Но молодой человек этого не сделал просто потому, что зебры здесь нет. Но она есть буквально в 50 метрах. Расследование продолжается. Как отмечают правоохранители, необходимо подчиняться нескольким требованиям. Мы обращаем внимание на тонировку автомобиля, что значительно снижает просматриваемость окружающей обстановки, дорожной обстановки. Особенно в условиях начинающихся сумерек, ночных условиях. Безусловно, это освещенность той проезжей части, где двигается автомобиль. Чтобы быть лучше заметным в сумерках, в полиции советуют носить на одежде светоотражающие элементы. Невзирая на то, что уже установились минусовые температуры, возможные потепления и дороги по утрам и вечерам, имеют свойство превращаться в самый настоящий каток. И это еще один фактор, почему следует быть аккуратнее на трассе, как пешеходу, так и водителю. В результате погодных условий хотелось бы обратить внимание на скорость передвижения водителей. Ее необходимо соблюдать. Тем более, что если водители наши, ангарские, они, в общем-то, знают расположение пешеходных переходов и так далее, знают особенности поведения, скажем, улицы Чайковского. Да, она, в общем-то, наверное, от магазина Олимпиады и вот до протяжения, наверное, до улицы Мира, ну, так вот выражусь, наверное, являются сплошным пешеходным переходом. В любом месте пешеход может выйти. А если это ребенок, если он, значит, выскочил на дорогу, побежал куда-то и так далее, то есть дети, они немножко эмоциональны, другой фон у них, поэтому необходимо всегда быть, скажем так, как на чеку, как говорится, водителем, поэтому контролировать всю обстановку. Альберт Домнин, Алексей Резник, новости 360, Ангарск. Массовые проверки водителей, автобусов и грузовиков проходят на дорогах Прибайкалья. Операция продлится до 25 ноября включительно. Госавтоинспекторы выявляют нарушения, связанные с ездой по встречной полосе и скоростным режимом. Согласно статистике, именно они являются основными причинами ДТП с участием тяжелого транспорта. С начала года на трассах Иркутской области зарегистрировано 105 аварий с участием водителей автобусов. Погибли 13 человек, 153 пострадали. Водители грузовых автомобилей стали участниками 252 дорожных происшествий, которые унесли жизни 83 человек. Травмы получили без малого 300. Всплеск посещений интернет-магазинов пришелся на ноябрьские распродажи. По данным одного из мобильных операторов, жители Ангарска стали интересоваться покупками во всемирной паутине на 57% чаще, чем в прошлом году. Предпочтение жителей округа отдают одежде и обуви. А вот следующее по популярности – бытовая техника и электроника. И лишь 5% купили товары для спорта и книги. Мы спросили у ангарчан, как часто они заказывают товары удаленно. – Вы в интернете что-то заказывались? – Да. – А что вы в основном заказывались? – Одежду. – Что? – А мошенников не натыкались? – Ой, ну давно натыкалась в Инстаграме. – Ну, так, 50 на 50. – А что вы обычно берете? – Ну, там платья, там топы. – То есть в основном одежду? – Да, одежду. – В интернет нет. – А ваши внуки? – Нет тоже. – Нет? – Нет, мы не доверяем интернету. – С периодичностью. – А что вы там покупаете в основном? – Да по разному одежду, технику. – Не часто. – А что вы там покупаете? – Ну да. – А в основном что это? – Продукты? – Одежда. – Одежда. Ангарчане оценили преимущества интернет-шопинга. Но, несмотря на все удобства, такой способ покупок может быть небезопасен. Аферисты придумывают новые способы, как воспользоваться чужим кошельком. Основные схемы мошенничества во всемирной паутине – это низкая цена на товары и подделка сайтов. Злоумышленники делают очень схожие внешние сайты с популярными страницами поставщика товаров. Чтобы деньги не оказались в чужих руках, необходимо соблюдать простые правила. Перед заказом познакомиться с отзывами. Не сообщать пин-код банковской карты. Лучше завести отдельную для таких покупок. Не переходить по рекламным ссылкам. Первое, на что мы должны обращать внимание, это уверенное и длительное действие продавца товара на рынке таковых услуг. Безусловно, должна смущать низкая цена. Когда заведомо точно низкая цена. Да, понятно, ноябрь-мисец характеризуется всегда снижением цен реализации выпущенного товара в течение года. Для того, чтобы он не затаривался на складах. Поэтому идут большие скидки. Этим пользуются мошенники. Создают сайты-дубликаты, очень похожие на официальные сайты поставщиков товаров. Кроме этого, необходимо понимать, что если товар поставлен ненадлежащего качества, либо товар не соответствует заявке, то здесь вступает в силу гражданский кодекс. И эти отношения, значит, они уже носят в гражданской правовой сферу, не уголовную. Не переключайтесь. Далее немного полезной рекламы. Профессиональные Дед Мороз и Снегурочка Легендарное сканирование и лабораторное исследование. Инновационные методики и индивидуальный подход. Клиника Алеховой. 30-й микрорайон, дом 7. Легендарное ателье «Соболь» реализует верхнюю одежду из натурального меха и кожи через собственный комиссионный магазин. Хотите сэкономить? Тогда в «Соболь». Качественные шубы по оптимальным ценам. Все меховые изделия проходят жесткий контроль и оценку. Ателье «Соболь». 177-й квартал, дом 1. Музей восковых фигур из Санкт-Петербурга. Фигуры нового поколения. Джек Воробей, Групп, Мистик, Герои Игр Престолов. Более 40 экспонатов. Фото- и видеосъемка разрешается. Музей восковых фигур во дворце спорта «Ермак». С 24 по 27 ноября в кинотеатре «Родина» большая распродажа шуб. Город Пятигорск. Ну, комутон, дубленки. Меняем старую шубу на новую. Пенсионерные скидки. По вакансии расклейщика объявлений требуются ответственные, дисциплинированные люди. Обращаться по адресу 177-й квартал, дом 6. Или по телефону 612-612. Письмо маме. Бойцы оперативного полка Росгвардии приняли участие в необычной акции, которую организовали ко дню матери. Итак, смотрим. Алло. Алло, мам, привет. Ага, привет, сынок. Как дела у тебя? Да у меня все хорошо, а у тебя как? Да нормально. Я тебя хочу поздравить с международным женским днем, с днем матери. Ага, спасибо, сынок. Пожелаю тебе всего самого наилучшего, счастья, здоровья, любви. Чтобы у тебя дома всегда царил мир с отцом и гармония. Военнослужащий оперативного полка Росгвардии общается с самым близким человеком. В канун, дня матери, который отмечают в последнее воскресенье ноября, часть присоединилась ко всероссийской акции с любовью к маме. Поздравить ее можно было почти забытым способом написать письмо. В числе прочих радостную весточку доставили Ольге Александровне Козловой. Ее сын Владислав, хоть и служит в родном городе, маму лично не видел полгода. По выходным получаем телефоны, созваниваюсь с родными, стараюсь писать как можно больше писем, чтобы на память осталась. Хоть и служу, так сказать, в родном городе, но все еще не получается у нас увидеться из-за пандемии. Поэтому как можно больше пишу писем, чтобы память осталась, так как служба, она все-таки одна. Всего в акции с любовью к маме приняли участие около 30 солдат полка Росгвардии. Письма со специальной пометкой отправились в разные субъекты страны. Альберт Домнин, Новости 360, Ангарск. Продолжается зимний этап городского конкурса «Детство без опасности». Напомним, ранее он стартовал в Ангарском городском округе. В числе организаторов – представители самых разных ведомств. В вопросах безопасности нет подразделений на тех или других. Мы объединились, чтобы рассмотреть комплексный вопрос о детской безопасности. Специалист объясняет, почему такие конкурсы необходимы. Принимая в них участие, дети, как надеются организаторы, станут меньше попадать в разные непростые ситуации. Он проводится вообще по сути не впервые, но новшество заключается в том, что мы его утвердили и сделали обязательным ежегодным конкурсом. Разделили его на два этапа – зимний этап, летний этап. Потому что это принципиально важно – не летом готовить детей к зиме, а все-таки, когда это очень актуально, чтобы были знания именно сейчас актуальны. Те же водоемы, например, как река Китай, могут стать угрозой как летом, так и зимой. Летом – это вода, зимой – это лед. Поэтому эти места не для детских развлечений и игр. В этих местах нужно быть особо внимательными и бдительными. На конкурс принимают рисунки, поделки, видеоролики. Работы можно отправлять на почту конкурс defisangsobakamail.ru до 15 декабря. Как обещают организаторы, итоги подведут в канун Нового года. Альберт Домнин, Алексей Резник, новости 360 Ангарск. 19% россиян проведут новогодние каникулы за работой. Трудиться на праздниках чаще планируют мужчины, чем женщины. 22 и 16% соответственно. Из тех, кто будет отдыхать, 38% проведут время дома, 5% на даче, почти столько же в гостях. Отправятся в поездки по стране 2% опрошенных, за границу 1%. Каждый четвертый пока не знает, как проведет праздники. Если у вас остались темы для сюжетов, то звоните по телефону 54-88-07. А также все наши репортажи вы можете увидеть в наших группах ВКонтакте и Одноклассниках. Еще больше новостей в нашем инстаграм-аккаунте. Ангарск, нижнее подчеркивание, 360. Это было все на сегодня. Я говорю вам до свидания, но не переключайтесь. Впереди прогноз погоды не только для ангарчан, но и для жителей других городов при Байкале. Читайте в свежем номере газета «Свеча». Новости сегодня. Кризис льготных поездок. Ангарская ангарчани. Ангарчанин ищет отца, который не знает о его существовании. Все обо всем. Кто такие предпенсионеры? Культ поход из 1902 в 2021. Ваше здоровье. Инновации в действии. Люди и звери. Забери меня домой. Газета «Свеча». Живи ярче, живи светлее. Здравствуйте. Это погода на канале Ангара Медиа. Я Екатерина Кусюмова. В Байкальске 25 ноября переменная облачность. Возможны осадки. Днем температура воздуха составит 1 градус выше 0. В темное время минус 5. Ветер юго-западный 2,4 м в секунду. Атмосферное давление 720 мм ртутного столба. В Листвянке до обеда снег прогнозируют синоптики. В обед солнечно и температура поднимется до 1 градуса. К вечеру на термометре можно будет наблюдать минус 3. Ветер восточный 2,4 м в секунду. Спонсор прогноза погоды – цветочная мастерская «Клевер». Скоро День матери. И в преддверии 28 ноября цветочная мастерская «Клевер» дарит скидку 10% на букеты и композиции, оформленные по предварительному заказу. Ждем вас в салонах «Клевер» города Ангарска в 29 и 22 микрорайонах. Уже совсем скоро наступит очень важный праздник – День матери. Подарите своим мамам любовь и нежность. Цветочная мастерская «Клевер» вам в этом поможет. Прием заказов на букеты и композиции уже открыт. По предварительному заказу скидка 10%. Лучшие цветы для ваших мам в салонах «Клевер». 29 микрорайон 7А и 22 микрорайон 43. А теперь о погоде в Ангарске. В четверг преимущественно облачно. Возможны осадки. Днем 4 градуса ниже 0, ночью минус 8. Ветер юго-восточный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 728 миллиметров ртутного столба. И на этом у меня все. Смотрите «Метеопрогноз» на канале Ангара Медиа. А я желаю вам отличного настроения в любую погоду. Субтитры подогнал «Симон»!